Заказчик сегодняшнего дома изначально не хотел строить себе каркасный дом, потому что у него был уже негативный опыт в строительстве каркасного, недорогого, дешевого дома. Но после тщательного изучения рынка, анализа разных компаний, в общем, изучения отзывов и всего остального, он остановил свой выбор на нашей компании, как вы можете уже догадаться, не прогадал. В результате имеем такой вот замечательный дом с площадью, если смотреть, в общем, 145 квадратных метров, из них есть отдельно терраса порядка 13 метров и порядка 5 метров крыльцо. Сами габариты дома, с одной стороны, они как бы 8 на 9, с другой стороны, вот здесь еще такой метр выходит, уже получается как бы 9 на 9, ну, не совсем 9, а вот только часть. А если взять еще террасу, то уже как бы и 10 с половиной, поэтому сложно сказать, давайте просто будем считать, что дом 8 на 9, плюс вот такой еще эркер на метр выступает. Ну, давайте сейчас я расскажу про него подробнее. С вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус, мы занимаемся строительством каркасных домов, дома из бруса, из бревна, ручная рубка, цилиндровка, алтайский кедр. В общем, огромное количество роликов у нас на канале, обязательно смотрите, там есть образовательные ролики классные, давайте ссылки оставим, дизайнерские дома, в общем, много всего. Поехали уже про этот дом. Пойдем. Прежде всего о сроках строительства, как известно, мы с вами пережили, ну, еще, может быть, не с вами, но со многими нашими заказчиками пережили 2021 год, и это сказалось абсолютно на всем. Помимо цен, очень сильно поплыли сроки по многим стройкам, просто потому что физически часто не было бригад или не было материалов, и все это сильно влияло на сроки строительства. Ну, в данном случае получилось, что строительство этого дома заняло около полугода. Правда, из этого периода какое-то время заказчики делали самостоятельно своими силами инженерные коммуникации, и мы на это время приостановили все работы, и это тоже как раз вот повлияло на увеличение сроков. Но в целом, в лучшие времена мы такие дома строили быстрее. Ну, тем не менее, полгода, дом готов, и сам главный заказчик очень доволен. Вы, кстати, в конце ролика увидите полный фотоотчет со строительства дома, а также отзыв заказчика о своем опыте работы с нами. Забегая вперед, он будет говорить не только о плюсах, но и о минусах, так что досмотрите до конца, посмотрите, и потом напишите свое мнение. Что вы думаете, сколько мы заплатили заказчику? Или он нам заплатил все-таки, чтобы получить дом? И также у нас есть отдельный отчет от нашего технадзора о всех найденных косяках при строительстве дома, и мне уже неоднократно выписали, что вам интересно смотреть вот именно эти отчеты. Так что давайте даже прям возьмем и прямо сейчас его и вставим. Пум! Наконец-то можно сказать про сам дом. Сам дом у нас двухэтажный, второй этаж у нас мансардный, и заказчик любит мансардные этажи, жена его категорически не любит мансардные этажи. Пришлось искать компромисс, и в результате здесь атиковая стена 1,8 метра. Ну, вы потом внутри дома увидите эту высоту, сможете оценить по достоинству это решение. Снаружи пока вот просто видно, что она довольно высокая. Атиковая стена, напомню, это та стена, которая является не полноценной стеной, а вот так ее еще иногда называют полуторная стена, на которую, собственно, опирается кровля. Да, и за счет этого она немножко срезанная получается в мансардных этажах. Утепление этого дома по стенам 150 миллиметров. Стандартно у нас идет каркас из сухой строганой доски, внутри утеплитель 150 миллиметров, а снаружи здесь сделан билд термо 25 миллиметров. Билд термо или билд плит, как их еще называют, это аналог финского материала из оплат. Выполняет сразу три функции. Утепление дополнительное, дополнительная звукоизоляция, ну и ветровлагозащита замечательная, которая не продувается в отличие от пленки. Ну, в смысле, мембраны, да, потому что мембрана, так или иначе, все равно она может при сильных порывах ветра продуваться. Хотя, когда у вас дом зашит великолепным фасадом от хауберга, реклама, ты-ды-ды-ды-ды-ды. Когда мне уже заплатят за эту рекламу? Почему я все время рассказываю, рассказываю, хауберг, хауберг, типа, техно-николь, хауберг, где деньги за это? Где деньги, Лебовские? Короче, хауберг, он же монтируется поверх ОСБ, поэтому как ветрозащита, конечно, Билл Термо здесь вообще без разницы, потому что уже функцию ветрозащиты выполняет смонтированный ОСБ по фасаду. Но для тех, кто про хауберг слышит впервые, это мягкая черепица битумная. Это то же самое, что монтируется на кровлю, за тем исключением, что здесь нет подкладочного ковра гидроизоляционного. То есть это монтируется напрямую на ОСБ. И здесь два разных типа хауберга используется. Один у нас идет на фасад, вот эта кирпичная кладка, и второй хауберг у нас идет на цоколь. При этом цоколь, кстати, для меня это всегда тоже была загадка, вот он сделан другим хаубергом, да, здесь, который полукруглый. Мне всегда было интересно, где вообще вот эти полукруглые кирпичи в реальной жизни используются? И даже используются квадратные кирпичи. Откуда полукруглые? Напишите в комментариях, если можно, даже лучше прям ссылку на реальные примеры живых таких кирпичей скиньте, будет интересно. Наличники здесь использованы, это крашеная доска, причем она крашена на производстве. У нас бывают дома со скандинавской доской, вы видели неоднократно. Давайте тоже покажем, какие для примера. Соответственно, там же мы на этом производстве заказываем крашеную доску. Фактически это обычно идет дюймовка, только это не сотая дюймовка, а сто двадцатая дюймовка. И она у нас идет не только на наличники, а также, во-первых, на откосы идет, на карнизы все, подшивы, кровли. В общем, везде идет вот эта крашеная доска, если посмотреть. Ну, сейчас вы это все видите на своем экране. Ну и дальше пластик в окна, здесь у нас самые стандартные, по-моему, Rehau Blitz. Да, я уже об этом говорил, вот в этом ролике давайте покажем ссылку. Повторюсь, что в реальности толщина профиля имеет очень маленькое значение. Самое главное, это сам стеклопакет, потому что он составляет 98% площади окна. И поэтому важно, какой у вас будет стеклопакет. Естественно, минимум двухкамерный. Естественно, вот в данном случае у нас есть стекла с айнопылением. В общем, главный элемент энергоэффективности, это не рамы, а само окно. Поэтому мы, вот наша такая философия, мы продаем этот Rehau Blitz. Самое главное, какой в нем стеклопакет будет. Но при желании вы можете заказывать более дорогие решения. То есть здесь мы вас никак не ограничиваем. Этот каркасный дом, слава богу, позволяет делать любые вещи с ним. Есть водосточная система, есть система снегозадержания. На кровле смонтированы вытяжки вилпе финские. Снизу под домом полностью перекрытие зашито сеткой от грызунов оцинкованной. Да, и про фундамент я не сказал, что фундамент свайно-забивной. То есть бетонные сваи забиваются в землю, и на них уже монтируется дом. Все лестницы у нас мы делаем технические, черновые, чтобы потом заказчики могли полноценно, допустим, спустя несколько лет, когда разгребутся с основным домом, денег подкопят, можно залить площадку, заказать красивую какую-нибудь полноценную лестницу деревянную, там проклеенную и все. В общем, будет шикарно. Но в целом даже такая черновая лестница, она прекрасно держится и прослужит не один год. Я думаю, что с наружной частью мы практически закончили. Остались только там пара предточных клапанов, которые вы уже многократно видели в других наших роликах. Но в целом мы уже можем заходить внутрь дома, чтобы вы наконец взглянули на планировку. Кстати, интересная особенность этого дома в том, что заказчики работают с дизайнером. Соответственно, я так предполагаю, что через годик-другой можно будет сюда наведаться. Нельзя сказать, что с неожиданным визитом, конечно, но тем не менее. И здесь, наверное, будет уже все выглядеть внутри по-другому, потому что дизайнер всегда может принести красоты в дом. И примеров тому множество. Давайте вот покажем вам мой самый любимый дом, который мы снимали на прошлый Новый год. Ну все, мы подходим уже к дому. Пойдемте внутрь. Вы, наверное, спросите, а почему дверь-то открыта в дом? Причина очень простая. На улице немножко потеплело, а дом очень хорошо до сих пор держит холод, который был в предыдущие дни. То есть теперь специально открыли дверь, чтобы просто с улицы немножко туда тепла напустить. Хотя тепло здесь, конечно, тоже очень условное. У меня уже зуб на зуб, по-моему, не попадает. Я даже думаю, может... Припод застегнуть. Дверь входная идет с терморазрывом. Для тех, кто не знает, это вот... Я сейчас покажу на вашем экране. Будет такая полосочка. Она разделяет как раз внешний контур от внутреннего контура. И таким образом дверь не промерзает насквозь во время заморозков сильных. А когда сильные заморозки происходят, то обычные двери покрываются инием, испаренной. В общем, льдом даже покрываются. Это заказчиков всегда очень расстраивает. И то же самое можно сказать про коробку дверную. Она тоже похожа с терморазрывом. Что тоже, кстати, бывает часто так, что сама дверь с терморазрывом, само полотно, а коробка без терморазрыва. И получается, что с полотном все в порядке, а коробка покрывается инием, и испаренной. То есть это нормально, если у вас нет терморазрыва. Не надо паниковать или еще что-то. Надо просто переждать вот этот сильный заморозки. Они, как правило, продолжаются несколько дней. После этого обратно все оттаивает. Ну, либо сразу заказывать с терморазрывом. Тогда проблем нет. И опять-таки же, забегая вперед, люди сейчас спрашивают, а что же вот у вас рядом окно, а вот вы ставите такую массивную дверь. Эта дверь не столько защита от воров, сколько это хороший теплоизолятор в первую очередь. И только потом уже защита от каких-то воров или воров. Давайте пока не зашли. Вот приточный клапан. Воздух через него так... А потом через вытяжку там выходит обратно. Происходит циркуляция воздуха. Круговорот воздуха в природе. Значит, инженерные коммуникации, я напомню, заказчики делали здесь своими силами. У нас оказалось очень дорого. В этом году мы будем пересматривать, наверное, политику свою относительно инженерных коммуникаций. Попробуем сделать дешевле. На полу здесь везде разные покрытия. Собственно, там, где будет плитка, уложен ГВЛ в два слоя. Причем ГВЛ мы используем 10 миллиметров в два слоя. Расположены они в шахматном порядке. Почему именно ГВЛ, именно в два слоя, именно 10 миллиметров? Смотрите отдельно ролик. Я записывал о том, как укладывать плитку в каркасном доме. Ссылку оставим в описании. Сразу можете обратить внимание, что здесь вот есть перепад по уровню. Достигнуто это за счет того, что обрешетка под плиткой, под вот этим ГВЛ использована 35-ая. А обрешетка под фанеру, которая дальше пойдет, про которую я еще не успел сказать. Но раз уж говорю, это фанера 20-ая здесь лежит. Под ней использована 45-ая обрешетка. Задач у этой обрешетки две. Точнее, изначально одна задача была, самая главная, чтобы прокладывать инженерные коммуникации под полом. Но потом выяснилось, что когда мы это стали использовать, что полы стали прям гораздо жестче, чем до этого, когда мы использовали 20-ку, имею в виду обрешетку. И у меня есть даже отдельный ролик, где я прям проверял жесткость этого пола. Вы можете посмотреть. Я прям топал, прыгал, там стакан поставил с водой. В общем, оказалось очень классное решение. Так вот, 45-е, 35-е, за счет этого перепад. За счет этого вы здесь уже кладете подложку с ламинатом. А здесь у вас есть возможность положить плитку, плиточный клей и вывести это все в один уровень, чтобы было аккуратно и красиво. Также листы фанеры проклеены малярным скотчем, просто для того, чтобы туда не забивалась грязь. Учитывая то, какой дубняк вокруг или дубак. Мороз и солнце, день чудесный. Кстати, солнце наконец-то выглянуло. Ура! Ура! В общем, мусор не попадает в стыки между фанерой, потому что фанера уложена не вплотную, а с демпферным швом. Демпферный шов у нас идет от 4 миллиметров. И, соответственно, нужно это для того, чтобы фанера, когда она будет немножко разбухать или, наоборот, ссыхаться, чтобы она друг об друга не терлись концы и не было скрипа. Кстати, если вы хотите строить каркасный дом и не знаете, с чего начать, начните с того, чтобы написать на заказ собака colosofhouse.ru и вам обязательно ответят. Посчитают, сделают расчет. Если надо, в офис к нам приедете, пообщаетесь. Там уже о чем-нибудь договоримся. Ну и давайте, не откладывая в долгий ящик, сразу зайдем в котельную, которая находится при входе. Здесь как раз, напомню, делали не мы инженерные коммуникации, но здесь, с точки зрения нашей работы, это, прежде всего, отделка стен, здесь везде использована вагонка штиль, это окна с пластиковой, тоже это сэндвич-панели идут на откосах, да, и пластиковые наличники, и пластиковый подоконник. И обязательно видно отсюда москитную сетку в подарок. А так выглядит этот приточный клапан с обратной стороны, который мы только что видели с улицы. А здесь выше находится вытяжка, которая уже идет на крышу нашей вилки, на полу ГВЛ. С этой стороны идет лестница на второй этаж. Лестница у нас, напомню, техническая на второй этаж, то есть она собрана из сухой строганой доски, которая есть на объекте. Сделана максимально качественно, но если вы, опять-таки, хотите прям супер-классную, крутую лестницу, лучше обратиться в отдельную компанию, которая занимается чисто лестницами, и там вам разные дизайны предложат, материалы все это проклеят, делают. Ну, мы вот то, что делаем, чаще всего люди себя оставляют, но предупреждаем сразу, что это именно черновая лестница, которую таким образом здесь встроили удачно в интерьер, а заказчики сразу не стали скрывать, что они ее оставят, и заказали к ней отдельно еще перила, балясины. Мы когда пойдем с вами на второй этаж, вы это все увидите. Здесь же у нас с вами что? Напротив входа есть жилая комната. Учитывая то, что дом изначально вроде как для бабушки, я так полагаю, что эта комната как раз для бабушки. Судя по всему, предполагается, что бабушка будет смотреть телевизор. Рядом с комнатой бабушки находится санузел, в котором как раз идет фановый стояк, то есть это канализационный стояк, который дальше имеет вывод на кровлю, для того, чтобы проветривать канализацию, чтобы запах не тянуло в дом и в целом не застаивалось ничего в септике. Но здесь тоже особо сказать нечего, кроме того, что на полу ГВЛ 10 мм в два слоя, на стенах у нас все сделано как всегда, а именно идет отдельно обрешетка, отдельно профиль и потом гипсокартон в два слоя. Вы можете сказать, что? Для чего? Почему такие сложности? Что происходит? Ответ лежит на поверхности. Плитка и деревянный дом, вещи трудно совместимые, поскольку дерево дышит и постоянно шевелится в разные стороны, а плитка довольно жесткий материал. Для этого мы придумали вот эту демпферную историю, когда есть отдельно каркас, к нему на мягкие подвесы прикручен профиль и на него уже в два слоя гипсокартон, для того, чтобы как раз нивелировать возможные гуляния по стене. На самом деле сейчас я думаю, поскольку мы в принципе везде перезакладываемся в наших домах, то есть у нас есть расчетные нагрузки, которые допустимы по перекрытиям, у нас они там часто в 2-3 раза мы перестраховываемся. То же самое по самому каркасу, то есть то, что допустимо, чтобы он там может быть немножко где-то гулял, мы там все делаем максимально жестко. То же самое по стенам, то есть мы сразу перестрахуемся, чтобы плитка, уж если положили, ну уж не было бы вообще повода для каких-либо трещин. Возможно, я сейчас думаю, можно прекрасно обойтись и одним листом, учитывая то, что мы и так перестраховываемся за счет вот этого металлокаркаса. Но время покажет. Опять же, почему на стенах гипсокартон на полу ГВЛ? Еще раз смотрите ролик о том, как укладывать плитку. Далее мы попадаем в общую зону. И здесь, кстати, для меня это стало небольшим открытием, потому что здесь есть всякие дизайнерские решения, типа вот этих столбов. Это дизайнерское решение. Я напомню, что здесь дизайн интерьера будет осуществлен, который мы с вами, я надеюсь, увидим через годик-другой. Я изначально думал, что кухня будет здесь. То есть вот мы заходим. Ну логично зайти, типа тут кухонная зона отдельная, и там вот где-то общая зона гостиной. Но в реальности все наоборот. Здесь как раз гостиная зона, отдельно огороженная от всего мира остального. А здесь как раз кухня-столовая, я так понимаю. Ну, по крайней мере, вот у нас под кухонный гарнитур место. Вытяжка, краны, канализация. Все в наличии. А вот туда уже дальше идет зона гостиной. Причем проект по инженерке изначально делали мы, то есть согласовывали с заказчиком все там, все выводы, все спроектировали. А когда уже сделали, кто-то из заказчиков, то ли сам заказчик, то ли кто-то из его родственников сказал, господи, куда нам столько вообще выводов вот так посмотреть. Здесь очень много точечных светильников. Видимо, здесь будет очень светло. Мне прям, правда, интересно посмотреть, как это будет потом выглядеть в реальности. Но помещение очень светлое. И все это заканчивается выходом на террасу. Кстати, это довольно очевидная вещь, но может быть, не всем она приходит в голову, что выход на террасу должен располагаться прямо рядом с кухней. То есть чаще всего на террасе что делают? Три, два, один. Чай пьют, сказал Юра. А на самом деле, если обобщить, что делают? Едят на террасе. Ну, конечно, выходят на террасу позавтракать, там пообедать, вынесли кастрюлю с окрошкой, там всем наложили салат, шашлычки. Ну, шашлычки, конечно, из дома вряд ли выносят, обычно заносят с улицы. Ну, так или иначе, выносят еду всякую. И должен быть максимально короткий путь от места приготовления этой еды до выноса. Что не так, чтобы потом идти через весь дом, там толкая локтем детей, собак, я не знаю, домашнего жирафа. Good morning. Good morning. А сразу вот вышел и на террасу. Пожалуйста, имейте в виду это маленькое правило, где должен располагаться выход на террасу. Ну что, вы готовы отправиться на второй этаж? Да, капитан! Здесь интересно решение, что вот эту перилу, перилину на отдельные кронштейны повесили. Обычно их просто к стене прибивают. Второй этаж. Честно скажу, меня здесь одна вещь расстраивает. Это, наверное, скорее недостаток нашего проектирования. Мы постоянно тоже учимся вместе с вами. И конкретно здесь, что мне не нравится, что здесь слишком близко дверной проем оказывается к шахте лестницы. Вот вижу, там заказчик ходит вокруг дома. Еще раз напомню, в конце будет его отзыв. Короче, в чем суть? Вот у нас изгородь, вот дверной проем. Здесь как-то надо будет наличник сюда встраивать. Ну, то есть, понятно, его там обрежут здесь в этой части, но все равно это будет лишний дополнительный геморрой. Что мне непонятно, почему сразу было не сделать вот лестницу, в смысле, чтобы пол, вот чтобы вот он отсюда шел туда к стене. Все. Во-первых, мы бы избежали вот этого дополнительного угла в изгороде, в этой, или ограде. То есть, сразу бы от столба спустили ограду. И вот бы у нас было достаточно расстояния, чтобы сюда установить эту ограду и здесь сделать наличник. Почему проектировщик этого не сделал, я не приложу ума и сильно от этого страдаю. Знаете, с другой стороны, вот сколько лет я стройкой занимаюсь, а в этом году 9 лет уже, как раз будет через месяц ровно, я понял одну важную истину. Вроде бы я ее понимал уже раньше, но вот сейчас как-то особенно остро ее осознал, что стройка – это процесс сопряжения множества-множества мелких процессов и деталей. Чем дольше я работаю, тем больше мы захватываем процессов, которые требуют этого сопряжения. И постоянно всплывают новые какие-то элементы, о которых ты думаешь, господи, вот когда ты уже сделал, думаешь, ну что же раньше-то не подумали, ну ё-моё. Но в самом начале, пока ты это делаешь, тебе это даже в голову не приходит. То есть, здесь вот проектировщику даже не пришло в голову, что вот можно было бы сделать так, а не иначе. И никому не пришло в голову это проверить. Теперь мы, конечно, это все добавим в чек-лист при проектировании, это будет проверяться, что обязательно должно оставаться место под наличник, чтобы проектировщик это тоже учитывал. Но на тот момент сделали так. И потом уже смотришь и думаешь, ну как так, ребят, ну что вам, 20 сантиметров было жалко, что ли? Нехорошо. Просто я недавно видел, мне эта голая мысль пришла, когда я недавно видел, как какие-то ребята, которые делали отделку, дверь открывают и дверь упирается прямо в выключатель. И они не могут там закрыть, что ли, или открыть дверь, пока они там не выключат этот выключатель. То есть, включение-выключение выключателя было привязано к открытию-закрытию двери, потому что иначе она физически в него упиралась, а он выступал от стены. Я понимаю, что ролик, над которым надо смеяться, а я на это смотрю и думаю, ну, в стройке всякое бывает. Где-то кто-то что-то просто не предусмотрел. Ставьте лайк или, наоборот, дизлайк, если вы действительно, если вы уже сталкивались со стройкой, тоже сталкивались с такими вещами, которые кто-то где-то почему-то забыл продумать. Итак, у нас жилой второй этаж. На втором этаже у нас, получается, два идут санузла. Один у нас располагается над техническим помещением. И, ну, здесь тоже все, собственно, по стандарту. ГВЛ, гипсокартон, обрешетка, вот видно, как идет с этим металлическим профилем. В общем, ну, все по стандарту. Давайте площадь, вы посмотрите на планировки. Сейчас я на памяти этой площади не помню. Другая комнатка поменьше, с другой стороны находится. А вот, кстати, обещанный 1,8 м отековой стены. У меня рост 1,85 м. Ну, как, получается? Ну, короче, абсолютно вот я комфортно стою, головой точно не бьюсь. Рад, что заказчик с супругой смогли найти такое компромиссное решение. Тоже площадь, смотрите, на планировке. Здесь помещение санузел. Причем, судя по выводам, здесь, скорее всего, будет располагаться душевая кабина. Да, у нас идет вывод из стены, канализационный, душевая кабина. Главный вопрос, в какую сторону у нее будет открываться дверь. Пишите ваши варианты. Вот так она будет открываться. Или вот так. Ну, на самом деле, очевидно, куда она будет открываться. Но интересно, как вы решите эту задачку. И последний бедрум. Спальня обшита вся гипсокартоном. Здесь заранее ребята прочертили, где проходит вентиляция, чтобы случайно в нее не попасть. Где проходит закладная. Надо будет узнать отдельно, подо что она. Потому что теоретический телевизор как раз можно на эту высоту. Может, выше кровати где-то здесь, наверное, должна быть по логике. А, или она вот так будет стоять. Короче, дом полон загадок. Напомню, что в этом доме есть отдельный дизайнер. Поэтому здесь возможны неожиданные решения, для которых нам, простым, смертным, иногда сразу и не додуматься. Тут на полу тоже идет 20-я фанера. Уложена она здесь, почему? По 45-й доске. И тоже, если где-то идет ГВЛ, то он уложен на 35-ю. Ну и здесь, кстати, хорошо видны кусочки ветрозащиты, которые мы используем внутри дома. Почему именно ветрозащита? Потому что у нас после того, как полтора уже года назад к нам приезжал Сергей Петруша из «Стройхлама», если вы не видели, можете посмотреть ролик, было обнаружено большое количество недочетов, в том числе связанные с незамкнутостью пароизоляционного контура по дому. С тех пор мы научились, после того, как он к нам приехал, мало того, что мы купили аэродвери, стали все дома продувать. У этого дома был показатель 1,1 при норме от 2 до 4. То есть мы практически в 2 раза ниже нормы были, что наоборот здорово. То есть чем ниже, тем лучше показатель. Мы стали проклеивать все балки межэтажного перекрытия. Короче, я прям хочу это показать в отдельном ролике. Хочу еще раз пригласить Сергея с канала «Стройхлам», чтобы он еще раз приехал, и уже теперь наш какой-нибудь дом продул, и вы бы увидели, и он бы увидел все те изменения, которые мы в своей технологии сделали. Так вот, пароизоляционный контур замкнут, и межкомнатные перегородки, в принципе, вообще не важно, с чем зашивать, какой пленкой или мембраной, потому что там единственная задача, просто чтобы частицы утеплителя не летели в помещение. Везде использована ветрозащита, мы ее даже не проклеиваем, просто вот на стены монтируем. Единственное, где влажное помещение, мы как раз вот используем пароизоляцию, для того, чтобы влага из помещения в стены не заходила. И вот тут она проклеена. Вот прям видно на этом контрасте, что вот ветрозащита, и вот пароизоляция. Так что по типу пленки можно сразу определить, какой тип помещения будет. Напоминаю, что в конце ролика вас сейчас ждет фотоотчет со строительства, отзыв заказчика, где он говорит, что понравилось, что не понравилось. И если вы хотите сами дом, то еще раз, заказ собака callosofhouse.ru пишите нам на эту почту, мы вам обязательно ответим, и, в общем, начнем какой-то диалог. Вы можете какой-нибудь анекдот рассказать, мы в ответ другой анекдот. Поняли, что чувство юмора сходится, и начали работать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии, я по возможности на них отвечаю, особенно если вопросы не лишены смысла. Скорее всего, сейчас будет полно вопросов, связанных со стоимостью этого дома. Я пару раз уже делал заранее просчет перед съемкой. Сегодня, честно скажу, просто забыл посчитать. Давайте предположим, что в среднем такой дом, я так сейчас предполагаю, такой дом должен стоить по сегодняшним ценам. Напомню, сегодня у нас февраль 2022, это примерно от 7 миллионов. Вот именно в такой комплектации. Если ролик вам понравился, или понравился я, или понравился оператор, например, вы его не видели, говорите, классно, мы не видели оператора, за это лайк. Или сейчас вот заказчик тоже понравится, ставьте лайк обязательно. И пишите комментарии, потому что часто заказчики читают комментарии, и, конечно, им приятно тоже видеть, как вы радуетесь за заказчиков и желаете им всего самого доброго. А помните, что по закону кармы все, что вы пожелали в мир, вам в тройном размере вернется. Если еще по какой-то причине не подписались на канал, подписывайтесь. У нас сейчас планов, как говорится, громадье. Последние пару месяцев времени не было снимать, сейчас наконец-то появилось, поэтому я думаю, сейчас будет побольше контента разного. Ну, а с вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаус, и увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока! Меня зовут Андрей, дом в районе 9х9, внутренняя площадь около 140 квадратов. Построили, начали мы где-то в июле, соответственно, срок строительства в районе 6 месяцев, с учетом того, что мы прерывались на инженерные коммуникации с нашей стороны. Полная продуманность, то есть мне нужно было примерно понимать, что я хочу, нужно было примерно понимать мои запросы, и далее для меня, как для заказчика, в общем-то, были выстроены такие условия, где мне не приходилось совершенно задумываться о технических нюансах, об инженерных нюансах. По поводу планировки была также полная консультация, это насчет подготовительного этапа. А насчет организации самой работы, это отдельный, огромный, очень жирный плюс, поскольку ежедневный фотоотчет не дает ни малейшего повода забеспокоиться и задуматься, и есть полное ощущение того, что мы в надежных руках, и хочется приезжать, посмотреть, что происходит, можно приехать, посмотреть. Не хочется, я все равно уверен, что здесь все хорошо и все замечательно, и с каждым приездом что-то улучшается и что-то строится. И, откровенно говоря, каркасный дом был для меня изначально компромиссным вариантом, потому что был строго ограниченный бюджет и при этом было крайне предвзятое отношение к каркасному домостроительству, поскольку был негативный опыт, который сейчас... Этот дом? Этот дом, да. И к каркасному варианту пришли по соотношению цена-качество, но после начала работы с компанией Coloss of House у меня не осталось вопросов и сейчас их также не остается. Есть нюансы, которые присущи деревянному домостроительству, но о них все должны знать изначально и к качеству я не могу ни одного отрицательного момента придумать по всему ходу строительства и уже практически начало эксплуатации. Инженерные коммуникации. Я думаю, что было бы здорово, если бы был определенный... было ранжирование и, возможно, например, мне бы хотелось получить под ключ совершенно все. Это было бы для меня совсем идеальным вариантом. При этом я бы не сказал, что это какой-то минус, потому что здесь нет ошибки. Есть просто политика компании. Касательно минусов в работе, у нас была небольшая задержка по новой бригаде, связанная с тем, что мы ушли на какой-то срок делать свои инженерные коммуникации сами и потом не сразу нашлась бригада. Но эта задержка была в районе может быть двух недель, двух-трех недель. То есть я считаю ее совершенно незначительной. Поэтому касательно работы, касательно организации я не могу придумать минусов. Были проблемы там, ну, где-то треснуло окно почему-то. Заменили сразу же. Мне просто сказали, что заменили. Привезли. Дверь тоже открывалась не в ту сторону. У нас никаких вопросов сразу же была заменена. Где-то чуть-чуть Хаубер поплыл. В этот же день было заменено. Причем меня просто извещали о том, что уже все хорошо. Я говорю, ну, хорошо. Так, а это вы снова начали про что-то хорошее говорить? Да. Ну, правда, сложно придумать. Сложно придумать минусы. Для меня в моей ситуации не хочется их даже выдумывать. Совершенно точно 10 баллов. Наверное, это выглядит уже как купленный отзыв. К сожалению, мне никто не заплатил. Пришлось платить вам еще. Да. Это все самое неприятное. Совершенно точно 10. Потому что все, что я себе представлял, было исполнено. Все, что я видел и все, что хотелось. Ух ты, что у меня будет так же и со мной будут общаться так же. Да, было так же. Со мной общались так же. Все вопросы решались так же. Никаких отклонений от сметы, естественно, не было. Поэтому все, что я ожидал, я получил. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok